Главком ливийской национальной армии идет на Триполи. Фельдмаршал Хафтар начал наступление на столицу. Он отдал приказ несколько дней назад, и пока соединения ЛНА продвигаются, не встречая серьезного сопротивления. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления. Власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей в Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар. На востоке и частично на юге власть в руках избранной в 2014 году палаты представителей Ливии. Ее еще называют правительство в Табруке. Это правительство и поддерживает ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. А союзники Хафтара, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Фельдмаршал пошел на Триполи не столько ради попытки консолидировать власть. В середине апреля в стране пройдет международная конференция по регулированию ливийского конфликта. И, конечно, у Хафтара с Триполи переговорные позиции будут куда сильнее, нежели без Триполи. Текущие военные операции начались в соответствии с приказом главнокомандующего. И в соответствии с позицией предоставлены его превосходительству западной оперативной группой и соответствующими оперативными подразделениями. Ливийской национальной армии удалось взять без боев три города. Это Сабрата и Сурман, которые расположены в 60 километрах от столицы к западу, и Гарьян, что в сотни километров к югу от Триполи. Вообще, в своем обращении перед началом движения на столицу Хафтар призвал не препятствовать действиям бойцов ливийской национальной армии. И тем самым избежать кровопролития. То есть, по сути, приложил ответственность за эскалацию конфликта на премьера Сараджа. По приблизительным данным, сейчас под началом фельдмаршала около 100 тысяч бойцов. И это самая серьезная консолидированная сила в стране. Легитимностью не обладает ни один из центров власти в Ливии. Но халифа Хафтар сейчас выглядит как собиратель земель ливийских. И вызывает симпатию той части населения, что устала от влияния террористических группировок и двоевластия, которая неприлично затянулась. Правительство национального единства привело силы, которые подчиняются Триполи, в повышенную боеготовность. Но эксперты уверены, удержать столицу они не смогут. Триполи не месурата, не та твердыня. В распоряжении Хафтара не только мотострелковые подразделения, есть и артиллерия. К тому же войска ливийской национальной армии куда более дисциплинированы и обучены лучше, нежели отряды ПНЕ. Главком ливийской армии не так давно смог обезопасить нефтяные месторождения на юге страны. От атак боевиков радикальных группировок и отчасти это ему позволило начать бросок на Триполи. К столице бойцы ливийской национальной армии подходят с юга и запада. Уже есть данные о том, что локальные бои завязались в 40 километрах от Триполи. В мире обеспокоенностью отреагировали на очередной виток кризиса. Но союзники и Хафтара, и Сараджа пока крайне осторожно комментируют ситуацию в духе, лишь бы не было большой войны. Для самого фельдмаршала избежать серьезной эскалации не менее важно, нежели взять столицу. Цель-то не новый виток гражданской войны, а попытка сформировать государственные институты, которые смогут реально управлять Ливией и создать условия для политического процесса, что впервые за 8 лет сформирует легитимную власть. Евгений Пу...